Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Продолжается череда зимних праздников. Наконец-то и православная часть догнала все прогрессивное человечество. У нас Рождество. Об этом празднике мы говорили очень и очень много. Каждый год мы к этому празднику подступаем, стараемся подступать с какой-то новой стороны, пытаемся раскрыть какое-то новое, вернее, содержание прежнее, но как-то по-новому. И вот сегодня с ректором Самарской духовной семинарии, с отцом Максимом Кокаревым, здравствуйте, батюшка! Добрый день! Мы решили поговорить о богослужебном чине, о богослужебной организации этого праздника. Ну, понятно, что богослужения, которые сегодня уже все отстояли и которые уже прошло у нас, мы уже отмолились в этот праздник. Все его вместить в рамки одной небольшой передачи не получится. Мы договорились, что мы поговорим о особых чтениях, которые читаются даже не в сам праздник, они читаются накануне, в сочельник, на вечерне. Это прими. Особые фрагменты Священного Писания, которые зачастую, ввиду того, что читаются на славянском языке, современными христианами скорее отстаиваются просто, да, то есть каким-то таким претерпеванием. Потому что люди стоят, мало что понимают. Это, во-первых, славянский текст, во-вторых, это не Новый Завет, не Евангелие, не послание апостола Павла. И нужно очень хорошо знать Священное Писание, чтобы понять конкретно, что читается и о чем. Вот поэтому мы решили вот этот цикл наших встреч, посвященный каждому из зимних вот этих вот наших праздников, да, цикла Богоявления, посвятить разбору премий. Вот давайте для начала скажем, что такое премии вообще, как они появились, каким образом вообще вошли в наше богослужение, это так, в качестве краткой аннотации, а потом, может быть, приступим к тексту. Ну, премии, это, как вы уже сказали, отрывки преимущественно из Ветхого Завета, хотя иногда бывают и новозаветные премии. То есть вот в тех же самых местах богослужения, да, вот, где обычно читаются премии, читаются на вечерне чаще всего, после входа, после пения Святи Тихий. Вот иногда бывают в этом месте читаются те же апостольские послания, которые читаются обычно на литургии, но это в память апостола. Он, например, да, в память апостола Петра и Павла, там, и других. Большинство, подавляющее большинство премии, действительно, это отрывки из Ветхого Завета. И здесь мы, как бы, вот, такая интересная история, как мы читаем Ветхий Завет за богослужением, насколько полно, насколько много. Выясняется, что у нас есть традиция прочитывать за год весь Новый Завет, кроме апокалипсиса на литургии. Это да, это мы читаем Евангелие и апостол. С Ветхим Заветом у нас ситуация, почему его и знают, так сказать, несколько хуже, она такая, значит, сложная. Дело в том, что Ветхий Завет мы читаем не каждый день, в отличие от Нового, а читаем только, а, по большим праздникам, и, б, постом. У нас более-менее такое последовательное чтение Ветхого Завета есть только Великим Постом, это связано там с отдельным фактом, с фактом, так сказать, формирования богослужения Великого Поста в связи с научением оглашаемых. Там брались три книги, они читались весь пост. Для зрителей поясним, что оглашаемые – это те, кто готовились к крещению. Готовились к крещению, они изучаются, да. И там три книги «Бытие», «Притча» и «Пророчная книга Исаария». Вот эти три книги читаются, это единственные книги, которые у нас считаются неким таким циклом. То есть вообще существует, в принципе, два подхода и два принципа чтения в лидезном смысле на богослужении текстов. Это последовательное, когда берется от начала книги и до конца прочитывается. Ну, как мы читаем Новый Завет, на Пасху мы начнем читать Евангелие от Иоанна, на Пятидесятницу закончим. И так вот мы подойдем. И есть, это называется лекция континуа, то есть продолженное чтение. И есть лекция селектива, это когда избранные, когда из разных книг совершенно, так сказать, непоследовательно, а подходящие по смыслу отрывки. Вот «Прими» в принципе функционирует чаще всего именно так. Вот когда берем какой-то праздник, и вот у праздника есть смысл, содержание какое-то. И мы находим в Ветхом Завете соответствующие пророческие, прообразовательные какие-то вещи и читаем накануне или в сам праздник, да, то есть на часах, например, тоже. То есть насыщаем этими чтениями. Но они из разных книг, действительно, как мы видим, в том числе и рождественские, «Прими», это «Прими» выбранные из очень разных книг. От книги «Бытия», да, там книг, так сказать, поздних пророков. А вот единственное, постол, только мы три книги подряд читаем, правда, не целиком. Это очень большие книги, и есть такая категория людей, которым нравятся цифры, это статистика, и кто занимается, я не знаю, это очень сложно. Мы, конечно, посчитали, что мы прочитываем за пост треть книги «Бытия», две трети книги «Притчи» и четверть книги «Исайя» на огромных. То есть все. Остальные, честно, если почитать в процентном соотношении, мы прочитываем прям вот теми избранными местами. Ну, Ветхий Завет огромный. Его нельзя, наверное, даже, так сказать, в течение года прочитать. И даже в Ветхом Завете, в синагогальном богослужении, из которого к нам, собственно говоря, и пришли эти Ветхозаветные чтения, потому что сначала мы понимаем, что Новый Завет, он писался десятилетия, а первые христиане, пока у них не было Нового Завета, они молились как? Они что-то же читали? Они читали на своих молитвных собраниях Ветхий Завет. Да, то есть уже в пророчестве. Но только уже читали с точки зрения, что это все исполнилось. Да, да, да. И, в принципе, по тексту, то есть вот отличить собрание обычно, то есть студентам, в том числе и говорю, с экспериментом, то есть изобрести машину времени и принестись в середину первого века. Отечества Христова попасть там, допустим, в Палестине или в Сирии, посетить богослужение иудейское, собственно, и раннехристианское. И я думаю, что отличить мы бы не смогли. Вот так просто сходу. Есть особенно там этнические там и там, вот евреи принявшие, христа и не принявшие. Язык один, писание одно, псалмы, которые они поют, одни. И, ну, наверное, главное, чем можно было руководствоваться, отличать этот все интонации, те смыслы, которые, как они прочитывают одни и те же псалмы. Для одних эти мессианские псалмы – это еще такое напряженное ожидание, а для других это радостное свидетельство об исполнении этих пророчеств. Так вот, Ветхий Завет действительно, он первыми христианами читался как единственное чтение. Впоследствии Ветхий Завет читался наряду с Новым, когда Новый уже появился. И вот века до Восьмого, да, наверное, века где-то, да, до Восьмого века, на литургии, что нам было бы очень удивительно сейчас, на литургии читался и Ветхий, и Новый Завет. То есть, причем, просто задуматься, насколько была литургия более насыщенно чтения. У нас сейчас два небольших отрывчика, как правило, апостольский и евангельский. Еще где-нибудь в IV-V веке есть указания уставные, которые говорят, что было пять чтений. Два из Ветхого Завета, три из Нового. Из Ветхого Завета отдельно из Торы, то есть из пяти книжек. Пяти книжек – это первые пять книг, самые основополагающие. И что-то из пророков. И еще три из Нового Завета. Отдельно из Евангелия, отдельно из Деяний и отдельно из Посланий. Потому что Деяние – тоже очень обширная книга. Так вот, века после VIII прими вытеснились, скажем так, с литургии, и мы их читаем только вечером. Но они очень важны чем? Вот тот принцип, по которому они подобраны, заканчивая, это вводное, затянувшееся вступление, они нам раскрывают, и мы заранее их читаем, накануне, вечером, они нам раскрывают очень многие смыслы грядущего. Потому что, с другой стороны, и их-то мы понять тоже можем через призму христианского восприятия и того праздника, который есть, потому что это главный принцип вообще христианской экзегезы, то есть подхода к толкованию Писания, мы Ветхий Завет читаем через призму Нового. Иначе… Ну вот мы знаем, что на Рождество читается восемь премий. Это по обширности разные фрагменты. Есть достаточно пространные тексты, есть короткие тексты. Опять же, ввиду ограниченности нашего времени, мы сейчас не сможем разобрать их все. Давайте, может быть, сделаем так. Мы дадим какую-то характеристику, вокруг чего все-таки они строятся, эти восемь фрагментов. И потом, может быть, на ваш взгляд, вот именно вам бьющее в сердце чтение, которое вы, скажем, любите особо. Ну, естественно, они все строятся вокруг одного, они все подобны из разных книг, как мы же говорили, начиная от книги «Бытия», там, заканчивая книгами про уков, таких про уков Михей. Вот. Но они, так или иначе, это, в принципе, во всех праздниках, все об одном, но с разных сторон. Они темы цены, что они разные совершенно аспекты. Понятно, что в центре рождественских премий лежит тема Рождества. И даже шире не просто Рождества, а вообще явления Бога в этом мире, то есть теофании, Богоявления. И вот потому что, действительно, мы последний раз еще накануне Нового года встречались, говорили об истории. Потому что в центре истории, с христианской точки зрения, стоит вот событие Рождества Христова. И вот вокруг этого события все премии. Причем понятно, что именно исходя из этого стержня, смыслового, вокруг которого все строится, виден подбор этих премий. Мы, может, даже не знали с вами, как литургически это сложилось, а просто знали тексты священного писания. Мы могли бы сами спроектировать, что там окажется. Например, совершенно очевидно, что в богослужение Рождества просто должно было войти несколько премий, наверное, как минимум не один отрывок из пророка Исаии. Поскольку известно, что Исаия, которого называют ветхозаветным евангелистом, да, вот такое парадоксальное название, за 700 с лишним лет до Рождества Христова предсказал удивительные вещи. И ни один раз, и ни в одном месте. Поэтому Исаия – это такой центральный, скажем так, персонаж для Рождественских премий. Но начинается все не совсем с него. Первая премия – это книга Бытия. С самого начала описывается первые три дня творения. Вот тут, казалось бы, что связывает. Если там конкретные пророчества, ну, из Исаии мы можем, так сказать, просто предположить, что будет взято его знаменитое пророчество о рождении Мессии от девы. Таким необычным образом, все девы примет в очреве, родит сына, нарекут имя ему Эммануил. Такое, не имя собственное, а говорящее, да, такое специально сконструированное имя, что переводится как «С нами Бог» Эммануэль. Вот. Ну, понятно, что и это пророчество здесь из Исаии и другие, но Бытие-то, то есть первые три дня творения, да, вот, начиная с первых слов, вначале створил Бог небо и землю, заканчивая, и был вечер, был утро, день третий. То есть, казалось бы, напрямую к Рождеству не относятся совсем. Однако, то есть это нас переносит, во-первых, значит, к тому, что, собственно, Христом, правда, еще не воплотившимся, а предвечно рождающимся, Бог Отец и творит этот мир, потому что, значит, там и сказал Бог, да, то есть мы говорим, что это логос, как раз, значит, вот это некая связь с прологом, допустим, Иоанна, да, то есть это то самое слово, которое творило мир изначало. И не случайно у того же Исаия возникает этот момент, когда он цитирует, Исаия в 40-й главе цитирует это начало, тоже начало творения, а причем в интересном контексте цитирует, он говорит, утешайся, утешайся, там, Израиль, и потом идет эта цитата, в чем это утешение, да, в том, что, причем Исаия пишет уже пораженным, так сказать, евреям, которые в плену, которые, вот это ощущение языческое, что если ты побежден здесь, на земле, твой Бог слабее, ну, то есть там Боги, и важно напомнить даже в годину, так сказать, разрушения, унижения, когда, казалось бы, Бог оставил, что вот он упоминает, что именно эти цитируют строки, напоминают, что это временная победа зла, что Бог, это Бог творец мира, да, он господин всего, и это должно подкреплять в самые тяжелые времена. Ну, и самое главное, Христом Бог мир творит, и мы говорим, что Христом, уже воплотившимся, Бог мир, ну, творит заново. То есть, в принципе, это нас относится еще к такой категории Рождества, как новотворение, потому что Христос, воплощаясь, он фактически обновляет человеческое естество, ну, и косвенно все остальное. Получая имя нового Адама. Да, да, да. Потому что мы же знаем, что все остальное сильно завязано на человека. Как в грехопадении человека весь остальной мир пострадал, то и здесь Господь обновляет конкретно человека, но это некое такое условие обновления всего мира. Поэтому творение здесь, это нас относится еще в такую категорию, как новотворение, да, то есть, поэтому совершенно не случайно на Рождество Христово считается, да, это примит. Вот. Если говорить об остальных примиях, то, конечно, я бы все-таки остановился на пророке Исаии. Поскольку время нам не позволяет, наверное, подробно все обо всех примиях поговорить, то Исаия действительно это удивительный пророк. И по объему, это там 66 глав, это огромная книга, и по тем смыслам, тем пророчествам, которые там есть. И вот самое то, что совсем на, скажем так, слуху, это вот как раз пророчество, да, о рождении от Девы, вот сейчас как бы оставляя за скобками все споры вокруг там термина, да, то есть, альма или битула, все равно, то есть, это один из ключевых текстов, но это же не единственное, то есть, вот, из пророка Исаии мы узнаем, не только из него, то есть, это обетование древнее, что Мессия должен прийти, Христос, Мессия, помазанник должен прийти из колена Иудина, да, и здесь мы узнаем подробности, что в колене Иудина, да, то есть, конкретно, потомство Иесея, отца царя Давида, и род Давидов. Да, я вот сейчас боюсь, что, может быть, зритель неподготовленный, не совсем понимает, о чем идет речь, напомню, что у Иакова, который получил второе имя Израиль, было 12 сыновей, эти 12 сыновей именуются, собственно, родоначальниками будущих колен, вот, колено Иуды, одного из сыновей Иакова звали Иуда, вот из колена Иудина должен был родиться Мессия, должен был родиться Христос. Да, именно из колена Иудина происходит царь Давид, и именно об этом говорит нам четвертое прими, буквально в первых своих словах, да, и произойдет отрасль от корня Иесеева, и ветвь произрастет от корня его, почиет над нем дух Господень, дух премудрость, разум, ну и так далее. То есть, сужается пророчество, мы говорим не только о приходе конкретно из колена Иудина, вот, а из рода Иесея. И причем здесь интересная такая фраза, ветвь или отрасль от корня Иесеева. То есть, у Исея был сын Давид, который потом становится царем, думаю, что это, ну, многие начались или слышали. И вот по нему это та телесная линия, да, человеческая генеалогия, которую возводит, значит, Христа. И вот, собственно говоря, здесь фраза, ну, там, жезлы, ну, там, жезлы, или ветвь, или отрасль от корня Иесеева. То есть, это не ветвь, которая на стволе. То есть, это такая, знаете, если засохло дерево, и вдруг неожиданно новый такой бывает, да, выстреливает новый такой. Росток – это тоже обновление, тоже новое. Потому что мы знаем, что ко времени прихода Христа в мир род Давидов существовал, но он был настолько засохший, что настолько давно уже не царствовали, начиная с, там, сначала с ассирийского завивания, потом с вавилонского, все, после шестого века. То есть, это столетиями, это дерево было засохшее. И тут вот новый царь, только уже не от мира сего, и царь в таком новозаветном понимании приходит. И это действительно очень интересная формулировка, не просто очередная ветвь на этом древе, потому что, действительно, этот род был даже искусственно оттесняем, потому что те хосманеи, которые пришли к власти, Маковеи, которые пришли к власти последней, вот там, глоток свободы и независимости государства Израиля, они же, вот, Давидидов, скажем так, оттесняли сознательность. Там правили другие люди. Хосманеи – это священнический род, это не царский, значит, род. Ну, и вот это сухое, казалось бы, потому что уже никто ничего не ожидал от этого, по большому счету, от этого, так сказать, да, и предпосылок не было для такого земного восстановления этого царства. Уже римляне пришли, уже, в общем-то, все было жестко, так сказать, оккупировано. И вот, действительно, это пророчество о том, что происходит жезл от корня Исеева. И, кроме этого, мы что узнаем, да, еще интересно узнаем о месте, то есть, даже такие внешние, то есть, начиная от бога... Вот, первый пример, серьезно, такая богословская история, да, это протворение. А потом узнаем даже такие технические подробности, как место. Это единственное место Ветхого Завета, где указано на место прихода Мессии – это пророк Михей. Это то самое место, где сказано, что Вифлеем, Ефрафа, значит, ничем, там, сказать, не хуже остальных тысяч иудиных. То есть, это вот в колене, как раз в той территории, которая получила колено Иуда по разделению, да, собственно говоря, мы находим Вифлеем. И это то самое место, которое потом цитируется, ну, к нему, вернее, мы относимся в Новом Завете, как раз, когда пришли волхвы, это знаменитая история, когда волхвы пришли, ведомые звездой, не зная еще сами, куда идут, это очень, так сказать, приблизительное направление. Они приходят и спрашивают, а где должно родиться, так сказать, и говорят, что мы видели звезду, и тогда Ирод созывает тех, кто знает Писание, книжников, и говорит, что вот знаем ли мы точно по предсказанию пророков, когда, и, собственно, они цитируют пророка Михея, говорят, что да, вот, и поэтому именно там концентрируются поиски Ирода. И один из таких, вот если место Исаии является, ну, где все девы зачнет в очреве, Иродицына Нарихутым и Мануэл является, ну, таким, скажем, известным, и при этом не бесспорным, это целая гора литературы на эту тему, то один из очень интересных ярких образов таких пророческих, не буквально, конечно, мы не всегда ожидаем такого буквализма от пророчества, прям вот, как у Исаии, но это замечательная, значит, шестая премия с пророка Даниила, тоже, это вот один из, ну, наверное, это один из, действительно, самых таких поздних отрывков, вообще, если все начинается с бытия, вообще, с творения мира, то можно сказать, что заканчивается Даниилом, это же время Вавилонского пленения, уже время достаточно такое, значит, ну, надо сказать, что там получается время такого духовного, политического, экономического кризиса для еврейского народа. Ну, собственно, да, его стоял вопрос о его существовании как народа, потому что, собственно, Вавилоняне, это известная политика такого, тихого такого геноцида, но это, в общем, им удалось северным царством, с израильским практически уничтожить, растворить, по большей части, с вот южным иудейским не удалось до конца. И вот это знаменитый отрывок из пророка Даниила, где он толкует Вавилонскому царю его сон, где тому было видение истукана, у которого золотая голова, серебряные руки, грудь, там, так сказать, дальше все из металла, ноги частично из металла, частично из глины, в сами же ступни, и вот такой истукан величественный, из разных, так сказать, металлов, и отрывается от горы камень, и почему вот здесь очень важно отрывается, есть такое слово, которое мы часто потом используем в нашей гимнографии, в нашей тексте, нерукосечно. То есть, ну, это слово славянское, нерукосечно, да, то есть тот, который был отсечен неруками, то есть сам собой каким-то образом чудесно, вот, да, была гора, отрывается со своей вершины камень, летит и ударяет этого истукана, и тот рассыпается в прах, да, и, ну, то есть это вот то самое, одно из самых ярких правильных видений, то есть для наших телезрителей. В двух словах, если пояснить, то истуканы собой символизируют языческие царства, там еще есть достаточно подробное описание, какой металл к какому царству относится, это неважно. И, собственно говоря, ну, для того, что многие уже догадались, что камень, оторвавшийся от горы чудесным таким образом, нерукосечно, да, разрушивший все, значит, в пыль, в прах все вот эти языческие царства, это является Христос. Да, и именно, как кажется, вот, нерукосечность, да, и, кстати, он становится, так сказать, во главу угла и становится, значит, на нем воздвигается некое царство, которое, в отличие от этих временных языческих царств, как говорит Даниил, будет вечно, ничто его не поколеблено. То есть, вот, то духовное царство, которое, да, приходит с Христом, в отличие от этих временных, казалось бы, внешне очень даже таких блестящих, сияющих, крепких царств, оно устанавливается навечно. Вот, поэтому, ну, наверное, если говорить о, так сказать, премиях, то я, наверное, еще последнюю премию, да, особенно, по времени, да, у нас тоже очень интересная. Мы с вами за, в том числе, об этом персонажа говорили за кадром, это такая редкая история для Ветхого Завета, когда, очевидно, сказано, что был пророк, настоящий пророк, но не иудейский. Вот, то есть, иудеи, да, действительно считают, что иногда Господь посылал пророков и язычникам тоже. Пророк этого звали Валаам, вот, это известная, значит, известная отрыва, где враждующий с Израилем народ, один из языческих царей, призывает авторитетного, такого, значит, известного, в ветхозаветном, таком в их языческом мире пророка, и задача которого состояла в том, чтобы он произнес некое пророческое слово и проклял народ израильский. Вместо этого против своей воли, то есть, это как раз вот тот случай, когда, на Писании иногда такое случается, когда, в принципе, не желая делать добра, но вот Господь использует некоторых персонажей, да, которые сами бы себя, это его как бы не обеляет никаким образом, но это вот такое действие, действие Господне, который вместо проклятия произносит благословение. Конкретно он говорит, значит, благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя прогляд, вижу его, но ныне нет еще, зрю его, но не близко, и восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, да, то есть, это тоже одно из... Это тем более удивительное пророчество, что оно исходит, в отличие от всех остальных, из уст, ну, незаинтересованного лица, совершенно самого по себе, и где-то даже в каком-то смысле против его воли. То есть, изнутри себя желая, может быть, действительно, чем бы посулили же, его не просто так позвали, да, но он нарушает условия контракта, скажем так, и вместо этого благословляет, чем из него такие слова изливаются, как раз о том, что восстает жезл от Израиля, да, и звезда от Иакова. Здесь понятно, что речь не идет о Вифлеемской звезде вот в таком смысле, а здесь более глубокий, собственно, сам Христос здесь назван этой звездой. Отец Максим, спасибо огромное за столь содержательный рассказ, мне кажется, это было очень и емко, и в том числе мы сумели достичь своей цели по-особенному, подступили к празднику Рождества через ветхозаветные пророчества и через ветхозаветные вот эти вот фрагменты. Спасибо вам большое. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Сердечно всех вас поздравляем с Рождеством, с окончанием рождественского поста. Будьте радостны. Мира вам душевного, непоколебимого и неотъемлемого. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин